Глава региона отметил, что в результате введения санкций экономическим интересам страны нанесен ущерб. Кроме развития банковского сектора, запреты негативно скажутся на нефтедобывающей отрасли. В целом развиваться и стране, и региону в ближайшие 10 лет, по мнению губернатора, придется в новых условиях. Наша каждодневная работа проходит на фоне достаточно глубокого политического кризиса, общемирового порядка. И сегодняшние санкции, вчерашние санкции, они приняли уже такой экономический характер. И для нашей страны, безусловно, это болезненно, потому что удары произошли по нашим финансовым институтам, и ВТБ, ВЭП, Россельхозбанк, Банк Москвы, и другие кредитные учреждения, которые по-большому являются кровеносной системой всей экономики страны, и, естественно, нашего региона. Из этого делать нужно определенные выводы. Сегодня вопросы ставятся импортно-зависимые замещения по всем отраслям народного хозяйства, продовольственной безопасности. Сегодня ставятся вопросы запустить промышленность. Это для нас шанс, по большому счету, запустить многие процессы, многие производства, которые могли бы быть более независимыми от внешних рынков. Это возможность стать державой, самообеспеченной экономикой, осваивая новые рынки, осваивая не только нефтедобывающие отрасли, но и, естественно, малый и средний бизнес. Александр Ткачев также отметил взаимодействие прокуратуры и власти в рамках обеспечения безопасности, соблюдения закона и в борьбе с коррупцией в регионе. Прокурор края Александр Корженек сообщил, что с начала этого года в прокуратуру края поступило 83 тысячи жалоб и обращений. По инициативе сотрудников ведомства за нарушение федерального законодательства к ответственности привлечено 15 тысяч виновных. Как подчеркнули на коллегии, акцент в работе прокуратуры края в первом полугодии был сделан на эффективном и законном расходовании бюджетных средств, выделенных на целевые программы и реформирование ЖКХ. Контролировали прокуроры и рост тарифов на коммунальные услуги в регионе. В результате предотвратили незаконное начисление потребителям на сумму больше 9 миллионов рублей. Совместная работа казачьих патрулей и полиции по выявлению незаконных мигрантов дает свои результаты. Но победить так называемые резиновые квартиры, где на одном квадратном метре прописано десятки гастарбайтеров, пока не удается. Продолжают действовать фирмочки, незаконно оформляющие заплату документы. Существуют огромные очереди в помещениях в ФМС. Не всегда выявляются граждане, нарушающие порядок пребывания. Остаются без должного реагирования виновные юридические лица. Безусловно, этому способствует коррумпированность руководствия ФМС. Сегодня уже возбуждены уголовные дела в отношении заместителей начальников ФМС и ряда территориальных руководителей. Что касается беженцев с Украины, то, как отметил на коллегии губернатор Александр Ткачев, важно обеспечить слаженную работу всех правоохранительных органов в районы, куда пребывают люди. Сегодня на Кубани уже 23 тысячи граждан Украины, из них 7 тысяч – дети. Затронул глава региона и тему детского отдыха, учитывая, что курортный сезон в разгаре, а в крае сегодня работают больше полутора тысяч здравниц. Отдельное внимание стоит обратить на обеспечение и безопасности отдыхающих. Глена Аксецина, телекомпания ФКТ.